Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет видеопрезентацию обитателей Арктики. Животные. Едва ли не самые многочисленные обитатели Арктики это лемминги или полярные мыши. Летом они живут в неглубоких норках и рады бы прятаться понадежней, да вечная мерзлота не пускает. Или под покрытыми лишайниками скалами. Зимой лемминги устраивают себе гнезда из травы и мха под слоем снега. Но даже и не думают погружаться в спячку, а деловито снуют туда-сюда по настоящему лабиринту туннелей, старательно проложенных в снегу. Лишь изредка вылезают наружу, чтобы полакомиться почками, веточками и корой карликовых тундровых растений. Тут-то их и поджидают полярные совы, сидящие в засаде на вершине сугробов. Не брезгуют полярными мышками и полярные лисицы, песцы. В долгие и холодные полярные ночи лемминги сидят в своих подснежных гнездах. Самки за это время могут вырастить от 3 до 5 выводков. Весной, когда снег начинает таять, грызунам приходится спасаться бегством из залитых водой норок. Мокрые и грязные лемминги мечутся по тундре в поисках убежища. Численность этих мелких грызунов подвержена резким колебанием. В годы, когда леммингов становится слишком много, они иногда неожиданно покидают родные места и огромными стаями пускаются в путь, куда глаза глядят. Такая массовая миграция леммингов производит весьма внушительное впечатление. Сплошной поток обезумевших зверьков, как меховая река течет по тундре. Вокруг с дикими воплями роятся птицы, поминутно ныряющие вниз и выхватывающие одного лемминга за другим. Ни лев, ни тигр и вообще ни один из наземных хищников не может сравниться по размеру с самым знаменитым обитателем Арктики – белым медведем. Длина его достигает 2-3 метров, высота до полутора метров в холке, а масса 700-800 килограммов. Другими словами, самец медведя обычно весит примерно столько же, сколько шестеро взрослых мужчин. Его ареал – это арктические пустыни и самая северная часть тундры. Белый медведь предпочитает держаться среди плавучих льдов или на припая у их кромки, у полыней и разводей. В отличие от большинства других хищников, белый медведь не имеет своей личной территории. Гигантские звери в полном одиночестве бродят по бескрайним ледяным просторам, нигде не задерживаясь надолго. Они без труда преодолевают огромные расстояния, проходя по 30-40 километров в день. Эти массивные и, казалось бы, неуклюжие животные с поразительной ловкостью перелезают через многометровые ледяные торосы, беспорядочное нагромождение льдин, образовавшееся при столкновении ледяных полей. В морях Северного Ледовитого океана они достигают высоты 8-10 метров, а у побережий могут возвышаться на 20 метров. Грозные когти позволяют медведю не только цепляться за неровности ледяных препятствий, но и при случае даже забираться на деревья. А уж по глубокому снегу он передвигается быстрее любого другого полярного животного, развивая скорость до 60 километров в час. Но знаменитые медведи не рекордами в беге на короткие дистанции, а своими достижениями в плавании и ныряне. Они могут проплыть без отдыха около 100 километров. Однажды плывущего медведя обнаружили в открытом море на расстоянии 320 километров от ближайшего участка суши. Нередко наблюдали, как эти гигантские звери с громким плеском спрыгивали в воду с довольно высоких айсбергов и ныряли на глубину 15 метров, оставаясь под водой более двух минут. На дрейфующих льдах, среди которых проходит большая часть жизни белых медведей, круглый год можно встретить тюлени, нерп, морских зайцев и других ластоногих. Только благодаря тому, что до сих пор в арктических водах водится масса морского зверя, крупные хищники могут существовать в Арктике, ведь их меню на 90 процентов состоит из ластоногих животных. За год каждый медведь съедает приблизительно 50 тюленей. В октябре или ноябре беременные медведицы уходят с морского льда и направляются на ближайшую сушу в поисках места для берлоги, где и растят свое потомство во время долгой полярной ночи. В некоторых местах, например, на острове Врангеля или на архипелаге Франца Иосифа, они собираются в таком количестве, что эти острова называют родильными домами. У белой медведицы обычно рождаются один, два и редко три детеныша. Новорожденные медвежата голые и совершенно беспомощные, размером не больше кошки. Их когти загнуты и остры, как иголки, чтобы держаться за мягкий мех на брюхе матери. Медведица лежит в берлоге с детенышами не менее трех месяцев, держа и согревая их на своем животе. Заботы медведицы о медвежатах не прекращаются до тех пор, пока они не станут самостоятельными. В случае опасности она свирепо защищает своих малышей и с подозрением относится даже к другим медведям. Когда-то интересный и странный зверь овцебык обитал по всему северу. Но к середине 30-х годов 20 века овцебыки оказались на грани вымирания. Позже уже в наше время его завезли из Канады и поселили на острове Врангеля и Таймырском полуострове. И овцебык снова стал жителем нашей страны. Держатся эти животные небольшими стадами, зимой не кочуют и кормятся выступающими из-под снега верхушками ивы. От ветров и мороза овцебыка спасает густой длинный мех, который позволяет животным спать прямо на снегу. Главный враг его – полярные волки. Но у овцебыка есть оружие – острые рога. При нападении волков стада сразу выстраивается в круг, рогами наружу. В середине круга под надежной защитой взрослых укрываются телята. С середины 20 века началась программа расселения овцебыков по всему северу с целью их одомашнивания. Ведь эти животные настолько неприхотливы, что могут прокормиться там, где не хватит корма даже северным оленям. Поскольку особых разносолов в тундре не найдешь, они не пренебрегают ни мхом, ни тонкими веточками кустарничков, а то и деревьев, хотя, разумеется, предпочитают траву. К тому же овцебыки не совершают дальних кочевок, они практически оседлые. И что особенно привлекательно, могут быть дополнительным источником пищи для местных народов. Правда, мясо самцов практически несъедобно из-за сильнейшего запаха мускуса. Невозможно представить себе тундру без северного оленя. Он – основа жизни коренных народов крайнего севера, снабжает их и мясом, и шкурами для постройки жилищ, и многим другим. Неудивительно поэтому, что они не только давно приручили северного оленя, но в старину даже обожествляли его. Дикий северный олень ведет кочевую жизнь. Летом стада движутся, спасаясь от комаров и другого гнуса к северу, к океану, где холодней и ветер. А осенью снова пересекают тундру, следуя на юг, к тайге. Жизнь оленей проходит в постоянных миграциях. Стада кочуют в течение года, перемещаясь в те места, где больше корма. Зимой они стараются уйти на малоснежные территории, а летом гнус гонит их обратно на север. Питаются северные олени в основном ягелем. Этот лишайник, который часто называют оленьем мхом, богат углеводами, но белков и минеральных солей в нем маловато. Распространено мнение, что северный олень травоядное животное, однако это не так. Олени всеядны или, как еще говорят, полифаги. Они употребляют не только скудную растительность, в основном ягельную, но и животную пищу, грызунов, яйца птиц, птенцов, выброшенную на берег рыбу и даже жуков. Шерсть северного оленя не дает ему замерзнуть суровые морозы. Зимой волосяной покров утолщается. Плотная шерсть защищает не только тело животного, но и его морду, которая нроет снегу углубления, пытаясь достать питательный ягель. Олени добывают ягель даже из-под снега. Копыта у них широкие, имеют ложкообразные углубления, с помощью которых животные разгребают снег и откапывают лишайники, которые погребены под слоем больше метра. Стада, отправляющиеся на зимовку, обычно ведут опытные самки. Оленята держатся рядом со своими матерями, а за ними следуют взрослые самцы. Тысячи животных неспешно движутся в одном направлении. За время сезонной миграции они могут пройти несколько сотен километров. Во время миграции стада каждый год меняют расположение своих троп. В результате смещения маршрута животные находят неосвоенные территории, где больше пищи. Полярный волк является подвидом волков, которые относятся к семейству псовых. Увидев полярного волка впервые, можно принять его за простую собаку. Дело в том, что его внешний вид сильно отличается от классического представителя вида волков. Шерсть у них окрашена белый цвет и имеет красивый серебристый отлив. В сравнении с другими подвидами у полярного волка ноги более мощные и длинные. Дело в том, что на пути такого животного нередко встречаются глубокие сугробы. А еще ему зачастую приходится перепрыгивать с льдины на льдину. Такие волки не проваливаются в сугробы, так как их большие лапы являются своеобразными снегоступами. Также у них имеется длинная широкая морда. Среди самок самцы выделяются похожими на бакенбарды большими отростками шерсти, которые расположены по краям головы. Под влиянием человека ареал волка резко сократился. Человек истреблял волка, защищая стада домашних животных, вытесняя его из густонаселенных районов. В настоящее время волки полностью уничтожены в Японии и на Британских островах. Они истреблены во Франции, Голландии, Бельгии, Дании и Швейцарии во всей Центральной Европе. Волк пока еще обычен лишь в Арктике на обширных пространствах тундры и леса тундры. Размеры взрослых зверей сильно колеблются. Масса от 18 до 80 килограмм, длина тела от метра до полутора. В среднем матерые звери редко бывают тяжелее 50 килограмм. Крупные волки населяют тундру, к югу звери мельчают. В степях и пустынях волки крупнее, 40 килограмм уже практически не встречаются. Волки отлично вооружены. Большие клыки, мощные челюсти с одинаковым успехом рвут и размалывают пищу, раздирая на части таких крупных животных, как взрослый лось или лошадь. Сила волков поражает. Практически каждый из них способен взвалить на спину 50 килограммового барана и бежать с этим грузом несколько километров. В период без кормницы, разыскивая и преследуя добычу, волк может со скоростью 20 километров в час бежать до 10 часов к ряду. Известны случаи, когда волкам каким-то образом удавалось перекрутить толстую цепь капкана и уйти от преследователей волоча на растробленной лапе тяжелый, привязанный к обрывку цепи груз. Следует добавить, что волк может несколько дней оставаться без пищи, не теряя способности неутомимо покрывать большие расстояния. Волки прекрасные охотники, но это не означает, что они могут убить любое животное. Как правило, от их зубов погибают больные, раненые, старые или очень молодые животные, которых легче поймать. Не зря возникла поговорка «волк-санитар леса». Обитающие в Арктике волки отличаются особо крупными размерами и очень светлой шерстью. Зимой их основная добыча – северные олени, а летом волки могут прокормиться зайцами, леммингами, птицами и их яйцами. Иногда жертвами серых хищников становятся и песцы, особенно молодые. Самая заметная черта песца – это огромный пушистый хвост. Он практически такой же длины, как и все туловище. Лапы песца, включая подушечки, на их концах, как и все тело, покрыто густым мехом. Это помогает не только не мерзнуть на льду, но и не скользить по нему. Да и как этот зверь может замерзнуть, если при нем всегда личное одеяло? Когда, свернувшись в клубок, песец укрывается хвостом, то никакой мороз ему не страшен. Эти обладатели пушистой снежно-белой зимней шубки летом меняют ее на короткошерстную темную, чтобы оставаться такими же незаметными на фоне каменных россыпей и болот тундры, как и зимой на фоне снега. Основной и любимый корм песца – это мелкие грызуны, в первую очередь лемминги. Благодаря тонкому слуху и прекрасному обонянию он легко находит леммингов даже под глубоким снегом. Остальное дело техники. Если добыча находится близко к поверхности, песец прыгает высоко вверх и, развернувшись в воздухе, пробивает толщу снега передними лапами. Когда лемминги глубоко, из поверхности их не достать, песец раскапывает их ходы, где и хватает грызунов. В голодное время он ест все, что может раздобыть – ягоды и траву, птиц и их яйца, насекомых и падаль. Всего 125 видов животных и 25 видов растений. Подобно рыбам прилипало, повсюду следующих за акулами, эти сообразительные зверьки часто крадутся следом за более крупными хищниками, чтобы попировать на их объедках. Первая забота песца – завестись удобным жилищем. Обычно песцы выкапывают нору на склоне холма или на высоком берегу реки. Глубиной не больше метра, дальше не пускает вечная мерзлота, зато очень много можно насчитать выходов – в старых норах до 80. От мерзлоты также бывает польза. В дальнем уголке норы изобретательный песец выкапывает ямку в мерзлом грунте и начинает закладывать в нее запасы пищи. Так песец изобрел себе холодильник. В начале лета рождаются крошечные малыши, и когда щенята подрастают, они, как правило, не жалуются на отсутствие аппетита. Если охота была неудачной, родители особо не расстраиваются. Тут-то и приходится время вспомнить о том, что можно заглянуть в холодильник. Лисица – обитатель лесной зоны. На потепление климата позволяет ей значительно расширить свой ареал к северу. В результате кое-где в тундрах, это отмечено и на Ямале, лисицы начали вытеснять песцов, вторгаясь в их места обитания и занимая норовище. В прямых конфликтах с рыжей хищницей у песцов нет шансов на победу. Росомаха – это крупный представитель куньих, очень сильный и выносливый зверь. Он распространен в таежной зоне, но летом заходит в тундру и лесотундру. Росомаха часто пестается остатками добычи волков и медведей, но и сама она великолепный охотник. При случае росомаха разрывает норы песцов и поедает детенышей. Для тех, кто заинтересовался данной темой, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание!